После того, как постановщик разработал композицию, лексику мизансцены, он может приступить к работе с исполнителем, предварительно продумав методику преподавания, включающую два метода. Первый – поставить, потом отработать. И второй – ставить по кускам и сразу отрабатывать. Готовиться нужно к каждому занятию. Следует иметь с собой записанные особенности или рабочий план по тактам. С левой стороны – такты и схемы движения. С правой – какое движение сколько раз выполняется, с какой ноги, положение рук и т.д. Перед тем, как разучивать танец, постановщик рассказывает участникам все, что входит в содержание танца, знакомит их с музыкой. Он должен добиться тщательно отработанных движений, яркой подачи материала и характера танца. Знакомство исполнителей с номером. Дать прослушать музыку, рассказать сюжет, увлечь, заинтересовать. Распределить роли персонажей, учесть при этом. Технические возможности исполнителей. Индивидуальные качества, кто-то дробит, кто-то крутит. Внешние качества, рост, лицо. Разучивание движений. Начинается на уроках. Последовательность разучивания движений. Движение показать без сопровождения и под музыку. Если сложное – разделить его на части. Проучить подсчет каждую часть, постепенно подключая музыку. Медленно подсчет объединить части, затем под музыку, когда проучен весь материал, ускорить темп до нужного. После разучивания движения тренируется выразительность и эмоциональность. Разводка номера производится по постановочным кускам. Первое – пройти пешком по рисунку. Второе – пройти по рисунку танцевальными движениями. Третье – соединить эти два постановочных куска. Когда номер разведен, поставлен, начинаются репетиции. Сначала рабочие репетиции. На сцене – костюмах. Сводные репетиции с оркестром, если требуется, с хором. Следующий этап – прогоны. За ними следуют генеральные репетиции со светом, с гримом. Это пробный спектакль, где показывается первоначальная версия произведения. После генеральной репетиции бывают изменения, сокращения, дополнения. Продолжение следует... Продолжение следует...